Всем привет! 38 лет назад на экраны вышел культовый сериал Альф про забавного пришельца с планеты Мелмак, который попал в самую обычную американскую семью. Шоу выходило с 1986 по 1990 год и транслировалось в 80 странах мира. Сегодня я расскажу вам интересные факты о создании этого сериала и многое другое. Приятного просмотра! Отцом Альфа является кукольник Пол Фаска. Который ранее работал над созданием различных тележоу с использованием кукол, а также лично создавал этих самых кукол. В его доме практически не было свободного места, так как его занимали созданные им творения. Однажды Пол смастерил странную куклу, похожую на муравьеда, передвигающегося на двух ногах. Используя свое творение, он то и дело подшучивал над членами своей семьи, чем сильно их доставал. Однажды Пол загорелся идеей создать собственное шоу про своего нового персонажа. Он стал посещать различные студии Лос-Анджелеса. И однажды встретился с руководителем телеканала NBC Брэндоном Тартиковом. Изначально Тартиков довольно прохладно отнесся к этой идее. Но уже через некоторое время он сам разговаривал с куклой и даже спрашивал у нее, почему он должен дать ей свое шоу. Не растерявшись, Пол Фаско сказал Тартикову голосом Альфа, что у него на канале один мусор и что сериал Альф спасет его телеканал от краха. В итоге Тартикову настолько сильно понравился Пол Фаско с его куклой и манера речи персонажа, что он дал зеленый свет на создание сериала, который получил название Альф. Уже после первых серий шоу показало отличные рейтинги, а отзывы зрителей и критиков обеспечили продление сериала на второй сезон. При этом концепция шоу практически не менялась, а большинство эпизодов снимали в одной студии. Наверное, многим зрителям было не очень понятно, почему сериал называется Альф и почему семейство Танеров его называют именно так. Ведь нам четко дали понять, что по сюжету инопланетяне назовут Гордон Шамуэй. Сейчас я вам все объясню. Когда главный герой попал к Танерам, Альфом его назвал отец семейства, когда впервые увидел его. Для нас это просто набор букв, которые локализаторы перенесли из оригинала. А вот в английском языке Альф аббревиатура от Alien Life Form, что в переводе означает «инопланетная форма жизни». По задумке в семье Танеров должно было быть двое детей. Старшая дочь Лин и младший сын Брайан. Но когда актриса Энн Шейдин, сыгравшая мать семейства Кейт, забеременела, создатели решили не скрывать ее беременность, а сделать это новой сюжетной линией сериала. Когда актриса родила в реальной жизни, в шоу добавили нового члена семьи. Альф был представлен в сериале в двух вариантах. В первом его показывали лишь по пояс. Тогда Альфом управлял кукловод, который перемещался по комнате с помощью специально проделанной траншеи в полу. Поэтому актерам и всей съемочной группе приходилось быть максимально осторожными, чтобы не провалиться в яму, которая располагалась по всей студии. Но однажды Энн Шейдин, сыгравшая Кейт, все же туда провалилась. К счастью, все обошлось без последствий. Создатель сериала и самой куклы Альфа Пол Фаска лично управлял своим творением и лично озвучил этого персонажа. Но делал он это не один. Сам Пол управлял лишь левой рукой Альфа и его головой. Тогда как за правую руку отвечала его ассистентка Лиза Бакли. Помимо этого им помогал муж Лизы, Боб Фапиано, отвечавший за уши и подробную мимику лица. Но из-за того, что Полу и Лизе постоянно приходилось держать свои руки поднятыми, они очень сильно затекали. Из-за чего на съемочной площадке постоянно находился дежурный массажист. А на производство 20-минутных эпизодов шоу уходило по 20-30 часов работы. Во втором варианте для съемок Альфа в полный рост иногда использовали актера Михаэ Миссароша. Однако его услуги стоили так дорого, что спустя какое-то время от них полностью отказались. В дальнейшем Альфа показывают по пояс, а если пришельца и видно целиком, то только сидящим или лежащим. Сериал был очень смешным, а герои казались нам такими добрыми и забавными. Но за кадром, практически не прекращаясь, шли конфликты и постоянные скандалы. Больше всего конфликтов у авторов сериала возникало с Максом Райтом, который играл отца семейства. Райт считал несправедливым, что лучшие реплики и шутки доставались исключительно Альфу, а остальные герои больше служили фоном для инопланетянина. Поговаривают, что однажды актер так разозлился, что даже напал на несчастную куклу, которую и так берегли, как зеницу ока. Его оттаскивали от Альфа всей съемочной командой. Во время съемок финальной серии Райт снялся всего в одном дубле. После этого он пошел в гримерку, собрал все свои вещи и молча ушел, так ни с кем и не попрощавшись. Другие актеры относились к производственному процессу спокойнее, однако им пришлось пройти немалые трудности. Эн Шэддин, исполнившая роль Кейт, плохо переносила жару. Практически весь световой день команда проводила в жаркой студии под искусственным освещением. Андреа Алсен, сыгравшая Лин, очень переживала за свой внешний вид в кадре. Девушка была уверена, что выглядит очень плохо. Уже ко второму сезону у молодой актрисы развелась нервная булимия. Она перестала нормально питаться. С этим заболеванием она справилась только после окончания съемок всех сезонов. Актерам и прочим членам съемочной группы было строго запрещено прикасаться к Альфу, чтобы не испортить его шерсть. Ведь перед каждой съемкой требовалось немалое количество времени, чтобы расчесать пришельца. Из-за того, что кукла Альфа очень быстро изнашивалась, была создана отдельная кукла-дублер для репетиций, которую назвали Ральф, что дословно можно перевести как «репетиционная внеземная форма жизни». Закадровый смех шоу в те времена еще записывали с живой аудиторией, которая присутствовала в студии. Однако производство сериала занимало так много времени, что от этой идеи быстро отказались. Никто не соглашался участвовать в таком долгом съемочном процессе. Создатель сериала Пол Фаско считал, что ничего страшного в производстве шоу не было. Да, оно выходило сложным, но иначе попросту было нельзя. Планировалось, что сериал будет состоять из пяти сезонов. Четвертый сезон заканчивался открытым финалом, когда Альфа окружили военные и забрали к себе на базу. Но в итоге шоу так и не было продлено. Несмотря на успех первых трех сезонов, зрительские рейтинги после релиза четвертого начали стремительно падать. NBC приняла несколько попыток повысить популярность сериала, выделив ему больше времени. Но в итоге решила закрыть этот проект. Руководитель NBC Брэнд Антарктиков позже признавался, что они поторопились с закрытием этого шоу. По его мнению, Альф мог бы продержаться еще пару сезонов. В 1991 году, через год после закрытия сериала, Брэндон был снят со своей должности. А в 1997 году, через год после выхода полнометражного фильма «Проект Альф», Брэндана Антарктикова не стало. Ему было 48 лет. В 1996 году, спустя 6 лет после выхода финальной серии, историю Альфа все же закончили. На ТВ вышел самостоятельный фильм продолжения, рассказывающий о приключениях героя после прибытия военных. Но ни один ведущий актер, кроме Фаско, который озвучивал Альфа, к своей роли не вернулся. Так что картину приняли очень прохладно. Также про Альфа вышло два анимационных сериала о жизни Альфа на Мелмаге. А еще он был частым гостевым персонажем в комиксах, играх, телешоу и так далее. В 2018 году студия Warner Bros. анонсировала перезапуск сериала. Альфа хотели вновь отправить на Землю, но уже в другую семью. Через несколько месяцев этот проект закрыли. Точные причины отмены компания не разглашала. После того, как сериал стал очень популярным у младшей аудитории, на некоторые моменты шоу пришлось вводить цензуру. Фаско убедили убрать из сериала упоминание алкоголя. Ведь наш инопланетный гость в первом сезоне мог запросто выпить пиво. Знаменитые шутки про поедание кошек тоже попали под запрет. Хотя в более мягкой форме они все же остались. А начало одной серии даже пришлось переснять. Альф в ней шел мыться с электрическим прибором. И НБС получило письмо, что юный зритель попытался повторить эксперимент. Эпизод пересняли, а звук удара током заменили историей о том, как пришелец просто поскользнулся. А сейчас давайте посмотрим, как за почти 40 лет изменились главные герои сериала. Пол Фаско. Голос Альфа. Американский кукловод, актер, телевизионный продюсер, сценарист и режиссер. Наиболее известен, как кукловод и голос главного героя ситкома Альф. Сейчас Полу Фаско 70 лет. Михай Миссарош. Альф в полный рост. Михай Миссарош родился в 39 году в Будапеште. Свое очевидное физическое отличие от большинства людей Миссарош не считал недостатком. Особенно после того, как оно помогло ему прославиться на весь мир. Свою карьеру он начинал в цирке, а потом пришел в кино. Кроме Альфа, Миссарош отметился в таких фильмах, как «Чернокнижник Армагеддон» и «Музей восковых фигур». Но его успех был кратковременным. И после 93-го года Миссарош перестал появляться в кино. Михай дружил с Майклом Джексоном, которому был очень благодарен за то, что певец всегда относился к нему с уважением. Несмотря на свой маленький рост, актер очень много пил и курил сигары. Михай Миссарош ушел из жизни 14 июня 2016 года в одной из калифорнийских больниц. Он страдал многочисленными проблемами со здоровьем. А за 8 лет до этого перенес тяжелый инсульт. Ему было 76 лет. Макс Райт, Вилли Танер Макс Райт очень убедительно исполнил в Альфе роль отца семейства Танеров. К сожалению, таких ярких киноролей в его карьере больше не было. Хотя он и снимался в таких фильмах, как «Весь этот джаз», «День», «Сон в летнюю ночь». А еще он исполнил эпизодическую роль владельца центральной кофейни в культовом сериале «Друзья». В 1995 году ему поставили диагноз «Лимфома». Но он продолжал работать в театре. Несмотря на сложный диагноз, Райт не придерживался здорового образа жизни. И в начале 2000-х был дважды арестован за вождение автомобиля в нетрезвом виде. С 2018 года актер проживал и лечился в Германии. 26 июня 2019 года Макс Райт ушел из жизни после многолетней борьбы с болезнью в окружении жены и детей. Ему было 75 лет. Энн Шэддин Кейт Таннер Визитной карточкой американской актрисы Энн Шэддин стала роль Кейт Таннер жены Вилли. Однажды Энн призналась, что Альф – это самая тяжелая работа, которая была у нее в карьере. После Альфа Шэддин снялась в нескольких телесериалах и фильмах, в том числе в таких известных проектах, как «Жар» и «Если наступит завтра». С 1984 года актриса замужем за актером Кристофером Барреттом. У пары есть дочь. Сейчас актрисе 75 лет. Она периодически дает уроки актерского мастерства. Андреа Элсон Лин Таннер У Андреа Элсон после Альфа карьера пошла в гору. Ее стали приглашать в один проект за другим. Она отметилась в таких сериалах, как «Без ума от тебя», «Франкенштейн в колледже», «Шаг за шагом». Вскоре Элсон вышла замуж за Скотта Хоппера, ассистента режиссера Альфа. Через три года у них родилась дочь. Но потом что-то пошло не так. Ее брак продлился недолго, как и актерская карьера. В кино Элсон не видно уже давно. Сейчас ей 54 года, и она работает инструктором по йоге. Бенжи Грегори, Брайан Таннер В Альфе Грегори сыграл Брайана, сына Таннеров. Свою первую роль он сыграл, когда ему было всего полтора года, в сериале «Фантастический остров». После завершения Альфа предложение у молодого актера было хоть отбавляй. Однако он решил завязать с актерской карьерой и поступил в Академию искусств. А после работал художником в армии США. Сегодня он ведет тихую и спокойную жизнь самого обычного человека. Бенжи Грегори, сейчас 45 лет. Энн Мира, бабушка Дороти. Энн Мира, американская комедийная актриса, мать Бена и Эми Стиллеров, жена комика Джерри Стиллера. Вместе с мужем в 60-е выступала в составе комедийного дуэта «Стиллеры мира» в юмористических вечерних телешоу. Кроме того, Энн Мира выступала в театре, в том числе и на Бродвее, снималась в кино и сериалах. За свою продолжительную карьеру Мира четырежды номинировалась на премию Эми. А кроме того, была награждена премией гильдии сценаристов, как автор сценария телефильма «Другая женщина». 23 мая 2015 года актрисы не стало. Ей было 85 лет. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, смотрели ли вы этот сериал, кто из героев вам нравился больше всего. А также обязательно напишите, на какие темы мне выпускать следующие ролики. Если вам понравилось видео, прошу поставить лайк и подписаться. Берегите себя. До новых встреч. Пока.